Приливы есть во всех делах русских, и те, кто их использует умело, преуспевают в замыслах своих, так говорил Шекспир, но в том и дело, что вовремя увидеть надо их. И вот мы с вами поговорим, как увидеть эти знаки, чтобы преуспеть в жизни. 4 января. Анастасия Узоразрешительница. День памяти великомученицы Анастасии, которая получила прозвище Узорешительница, потому что помогала узникам, заключенных в темницах за веру Христову, облегчить их страдания. Ее считают покровительницей роженец, и в этот день готовили обрядовую кашу, кормили ею беременных женщин, чтобы оградить чрево от пагубы. Ей молятся, чтобы беременность прошла без осложнений. Народи Анастасию называли постницей, поскольку ее день предшествовал окончанию рождественского поста. Считалось, что она также покровительствует невинно осужденным людям. Сегодня крестьяне режут свиней для рождественского стола, начинают готовить еду к празднику. Очень популярна была свиная колбаса. Рождество без колбас, что Пасха без крашенок, так говорили в народе. Замужние женщины и девушки на выданье вышивали сегодня особые полотенца. Считалось, что именно они могут быть надежным оберегом и помочь легче родить ребенка, а также сохранить здоровье матери. Таким полотенцем бабка-повитуха впоследствии вытирала пот, солба рожающей женщины и произнесла заговоры, которые помогали облегчить боль и страдания. Приметы. Погода на день Анастасии предвещает погоду в октябре. Сегодня строго запрещалось сбить животных, иначе у человека будут проблемы с ногами, возникнут различные болезни. Девушкам не следует прокалывать уши сегодня. Продолги долго не заживает. Нельзя сегодня ходить по дому босиком. Близкий человек может сесть в тюрьму. Нельзя вязать, чтобы никто из родственников не был осужден. Сегодня снятся плохие сны, которые пророчат беду. Хорошо, если ничего не приснится. Если женщина рожает ребенка в день Анастасии, то это по приметам предвещает удачу. Роды будут легкими, а сам ребенок появится на свет крепким и здоровым. Чтобы ребенок быстрее родился, развязывали все узлы на одежды, расплетали косы. Сегодня беременных женщин кормили кашей, чтобы не было выкидыша. В день Анастасии будущим матерям запрещалось шить. Полно вам, люди, себя сквернять недозволенной пищей. Овидий. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное – вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное – целебное блюдо. Съем которое мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий – Геннадий Малахов. Сегодняшняя передача посвящена яблокам. В гостях у нас сегодня Екатерина. Здравствуйте. Она будет как раз задавать вопросы, которые интересуют о яблоках. Ну, в первую очередь, что интересует? Ну, в первую очередь, что такое яблоко. Что такое яблоко? Ну, вот как раз и в вопросе есть ответ. Яблоко – это фрукт, который известен более 4000 лет назад. Еще есть о нем упоминания в Библии. Но, оказывается, уже о яблоках знали древние египтяне и с успехом применяли их. И очень они хвалили яблоки за их целебное свойство. Кстати, Гиппократ уже в более позднее время, он отзывался о яблоках как о продукте, который способствует укреплению пищеварения, если имеются какие-то расстройства с пищеварением. Алиценна также указывал на то, что яблоки помогают укреплять слабый желудок. И при этом он рекомендовал интересный рецепт использования яблок, запеченных в тесте, чтобы вот эти яблоки помогают от того, чтобы вывести черви из желудочно-кишечного тракта. Даже вот такие были рекомендации. А какие яблоки наиболее полезны? Зелёные, жёлтые или красные у нас? Действительно, присутствует огромное количество различных сортов яблок. И как в них разобраться? Оказывается, можно просто-напросто сразу же поделить на две большие группы. Это зелёные яблоки и красные яблоки. Вот у нас как раз красные яблочки, а это вот больше будут зелёные. И практика показала, что зелёные яблочки более полезны, чем красные. Полезны чем? Полезны тем, что они не вызывают аллергии. Их можно употреблять маленьким детям, даже очень маленьким, беременным женщинам. И ещё бывают яблоки делят по вкусам. Бывают яблоки кислые, бывают яблоки сладкие, бывают яблоки кисло-сладкие. А какие больше полезны, сладкие или кисло-сладкие? В зависимости от того, какие цели мы хотим достигнуть. Оказывается, сладкие яблоки, чем они характеризуются? Они характеризуются тем, что в них содержится меньше кислоты. То есть, меньше фруктовых кислот, которые как раз и вызывают кислый вкус. Значит, в них больше сахаров, они меньше раздражают организм. Потому что фруктовые кислоты как раз этим действием и обладают. Вот я не знаю, как ты, а если я поем кислое яблочко, у меня на зубах возникает оскоба. Это как раз говорит о том, что начали действовать фруктовые кислоты. И если человек слишком часто ест кислые яблоки, то фруктовые кислоты могут и немножечко ямаль попортить. А, ну так вот, как раз-таки, кому противопоказаны яблоки? Вот противопоказаны. Значит, люди с ослабленной яблоками, да? Людям с ослабленной яблоками лучше всего есть сладкие сорта яблок. А воздержаться от кислых сортов. Вот, или же немножечко кисло-сладкие сорта есть. Так вот, значит, мы как раз поговорили о вкусах. Содержится больше сахара в сладких сортах, больше органических кислот в кислых сортах. Ну и поровну и сахаров, и органических кислот содержится в кисло-сладких сортах. А как мы будем выбирать яблоки? Как мы будем выбирать яблоки? Яблоки мы уже знаем, что можно их выбирать, значит, по цвету. Можно выбирать по вкусу. Но вот оказывается, что можно ещё выбирать действительно по внешним качествам. Что это за внешние качества? Вот мы берём яблочко и смотрим. Ну, в первую очередь, желательно посмотреть, а яблочко из какого региона это? Если яблочко из нашего региона и тем более есть зимние сорта, такие как Антоновка, то желательно их использовать. Именно их. Потому что все яблоки, которые идут к нам из-за границы, для того, чтобы они сохранились, для того, чтобы они имели товарный вид, они содержат много различных веществ, которые делают их в некоторых случаях даже вредными. А именно покрывают какой-то восковой оболочкой, который, оказывается, не смывается даже под тёплой водой и с применением какого-то моющего средства. Что-то остаётся. Нужен нам воск? Не нужен. Не нужен. Значит, мы такие яблочки не используем. Десятые лунные сутки. Так уж принято считать, что в эти лунные сутки устанавливается причинно-следственная, то есть кармическая связь между миром живущих людей и их предков в ином. В целом этот день весьма благоприятен для укрепления родовых традиций. Поэтому соберитесь с широким семейным кругом, за хорошо накрытым столом и в весёлой беседе повспоминайте своих ушедших родственников. Ведь память о них самая лучшая, что вы можете для них сделать. Дети, внуки, видя такое отношение, будут более уважительно относиться к вам и поймут, что такое родовая традиция. Постарайтесь в этот день меньше работать и физически трудиться. Одиннадцатые лунные сутки. Они носят такое название – день Икадаши, первый день Икадаши. В лунном цикле бывают разные по энергетике сутки. Эти – наиболее мощные из всех. В организме человека они активизируют первоначальную жизненную силу. Йоли её называют кундалини. Эту энергию важно направлять на укрепление и обновление организма. Для того, чтобы ей ничего не мешало работать, рекомендуется полностью удержаться от принятия пищи. Если вы сегодня затеяли какое-то дело, то обязательно доведите его до конца. Физическая нагрузка должна быть обычной, а то и чуть меньше. Эмоционально будьте спокойны и не общайтесь с теми людьми, которые вас расторжают. И ещё одна важная рекомендация – сегодня ничего не режьте ножом, даже хлеба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова